Всем привет! Ну что, у нас наступил ноябрь. Я имею ввиду буквально в смысле слова. То есть помимо календарного ноября у нас чувствуется ноябрь уже вовсю. Невероятная красота и давненько я не снимала винограды сегодня. У меня есть 5 минут, может быть 10, и я пройдусь по Лондонской чисто полюбоваться и вас с собой повожу. Сейчас днем примерно 7 градусов. Эти дни последние. Уже на улечке никуда сидеть не хочет, что ясно. Уже пора, если честно, мама кофе убирать, стульчики свои. Если только в очень теплый плед закутаться, и то я не уверена, что бы я хотела так сидеть. Лондонская, как всегда, прекрасна. Я ее очень сильно люблю. Стоматологическая клиника здесь вот. Только что я зашла и купила тигрелку моей. Хотя, если честно, в интернете, конечно, проще. Ну, раз уж я здесь была, то решила здесь заказать, заказать, заказать. Так, я себе купила десерт еще, но не купила еду. Мне надо что-то себе купить. Как красиво все в листве желтый утопает. И думаю, что это уже совсем ненадолго осталось. Ну и так, в последнее время я при всей занятости даже умудрилась немножечко поездить и поснимать. Но думаю, что скоро они все пообваливаются в течение ближайших двух недель, и будет все лысенько. На днях исполнилось 10 лет, как мы приехали в Парагу. И мы так эти дни вспоминали, насколько изменилась жизнь, и сколько всего нового принес этот город. И радостно то, что, так сказать, с первого раза мы как-то угадали. То есть я встречала здесь вот за эти 10 лет очень много людей, которые не определились. То есть они приехали в Прагу, и даже для некоторых из них Прага уже была не первым иностранным городом. И они все равно как бы не чувствовали себя до конца здесь дома. И отчасти, конечно, эти люди имеют возможность жить в более яркой жизни, потому что они в больших городах поживут. Но по-своему я рада то, что все-таки у меня получилось так в моей жизни, что с первого же города, причем я не была в Праге никогда до того, как в нее переехала и говорила это. То есть это решение не было вызвано тем, что я любила Прагу и была в ней, и знала ее, и хотела, как у большинства людей, да, и многих из вас. Пишите мне часто, у меня такого не было. Мы хотели хоть куда-нибудь. И судьба просто вот забросила нас в Прагу реально. Как-то все обстоятельства так сложились, что просто это была Прага. И вот мы приехали, сомневались, думали куда-то еще. И потом поняли, насколько этот город нам родной, насколько все в нем понятно. И за 10 лет мы не перестали любоваться. Мы все время ходим и любуемся зданиями, атмосферой. Вот это дышим и настолько просто все родное. Очень сложно передать словами. И казалось на тот момент, что это была чистая случайность. То, что Прага это просто случайность, какой-то перевалочный пункт. А на практике жизнь показала в очередной раз. Вон тот красивый балкон, который всем нравится. Жизнь показала, что случайностей не бывает все-таки. Вот как-то так вышло и у меня. Что случайностей совсем не бывает. 10 лет. И я совсем уже не помню мою жизнь до Праги. И какие-то обрывочные воспоминания. У меня ощущение, что я здесь провела всю жизнь. Единственное, только, конечно, до школы. Это огромный период жизни. И у меня нет, конечно же, воспоминаний, связанных со школой. Но их не осталось как-то. Вот знаете, переезд в другую страну, он очень сильно стирает воспоминания. То есть люди, которые встречают своих одноклассников, живут в тех же местах, у них все вокруг по-старому. Они ходят... Многие, большинство моих знакомых, кто остался дома, они ходят в тот же самый магазин, в который мы ходили вместе в детстве и так далее. У них все эти воспоминания, просто многие вещи постоянно наводят их на эти воспоминания. То у иммигрантов чаще всего это не длится долго. То есть как бы еще первые 3-4 года в Чехии я отчетливо помнила о своей жизни. Мне казалось, что эти воспоминания останутся со мной навсегда. Но сейчас это лишь какие-то обрывки, не более... Откровенно, не более. То есть каких-то деталей, подробностей я не помню. И я с трудом вспомню даже имена моих одноклассников. Может быть, человек 8, не больше. Просто как-то стирается, замещается воспоминание в голове, поскольку ты к вот этим вот мыслям не обращаешься вновь и вновь. Они замещаются другими вещами. И у меня какое-то вот насчет школьных лет и всего, что было до Чехии, какой-то пробел образовался в голове. То есть он не запомнился какими-то другими воспоминаниями, но и нету вот каких-то ярких таких воспоминаний, чтобы я помнила четко. Я больше помню, как я планировала переезд, как я его хотела. Вот это как-то я помню. А остальные вещи не очень. Не очень. Несмотря на то, что мы с Лешкой поженились за 2 года до переезда в Чехию, я фактически не помню этих двух лет. Честно, я не очень помню даже, как мы жили, что мы делали. Какие-то обрывки просто каких-то совместных вечеров, совместного времяпровождения. Но реально я не очень помню наш уклад жизни. У меня как-то в голове отпечаталось, как будто вот мы женились и сразу же уехали. Хотя на самом деле 2 года было. Это же огромный срок. Это 2,5 даже. Огромный срок. И это очень-очень странно. Но это именно связано с тем, что да, ты просто не пользуешься этими воспоминаниями. Ну и плюс со временем, конечно, какие-то вещи вытесняются просто естественным образом. Но потому, что мне здесь совсем ничего не напоминает у моей жизни до Праги. И совсем нету людей и прочее. Оно ещё быстрее забывается. Я просто чувствую это. Вот так. Потому у меня какое-то такое ощущение, что я из ниоткуда просто вдруг вывалилась в Праге. И как-то и началась здесь жизнь. Как-то так. Очень-очень странно, очень забавно. Но я уже не могу без этого города. Он для меня как наркотик. Я говорила много раз, что я очень люблю Чехию. Я очень люблю чехов и чешскую культуру. Мне вообще близка эта страна. Она мне безумно нравится. И мне практически всё здесь нравится. Но то, насколько я люблю Прагу, просто невозможно передать словами. Это на 200%, на миллион. Мой город. Я просто его чувствую. Мне нравятся Пражане. Я понимаю их и их мысли. Вот так. В общем, если вы живёте в своём любимом городе, вы меня однозначно понимаете, о чём я говорю. И вот смотрю иногда блогеров британских там, шведских. И думаю, вот эта страна интересная, и вот эта интересная. И вот там прикольно. Но у меня никогда даже не вспыхнула мысль о том, что я бы хотела бы там жить. И то же самое, как если я куда-то еду в другую страну, то тоже у меня никогда не было мысли. А вот здесь мыло мне лучше, чем в Праге. Не было. А вот до Праги, до Праги у меня это чувство довольно часто преследовало. Каждый раз, когда я видела где-то передачу какую-то о другой стране, я всё время думала, о мне бы там хотелось бы, и там бы мне было интересно, и там. То сейчас я так просто... Как объяснить правильно? Закинь меня куда-то, поскольку я пережила уже эмиграцию. Я уже знаю, как это работает, как нужно управлять своими мыслями, как себя воспитывать. Как дисциплинировать, как помочь себе эмоционально справиться. То есть я уже не пропаду. Меня куда угодно закинь в любую точку мира, и я там просто приживусь, выживу, и всё. Я не боюсь эмиграции. Но я впервые в жизни, я её просто не хочу. Мне просто хорошо, у меня дом здесь, и всё. Вот такие чувства. На самом деле то, насколько это важно, только с возрастом понимаешь, как сильно это важно, жить в любимом месте. Потому что город невозможно, как и климат. Я говорила уже в одном из видео, невозможно никуда заткнуть, спрятать или прекратить здесь, и он тебя не нравится, он тебе не нравится. Точка, не может ничего больше быть. Ты будешь себя убеждать, спрятаться дома, за фильмами, за чем-то ещё. Никогда. Это будет не то. Надо каждый день наслаждаться жизнью, поэтому нужно жить там, где хорошо. Мне здесь хорошо, мне хорошо здесь, я очень благодарна Праге за это чувство.